Ребятки, сегодняшний наш очередной обзор будет посвящен фэн-артам. Такое красивое название я даю дискам, которые мы с поклонниками Наташи выпускали в свое время. Так как был период какого-то затишья в плане выпуска официальных релизов Наташи, дисков, синглов, а нам, поклонникам, очень хотелось, потому что песни выходили отдельно, а альбома не было. И из-за альбомного дефицита нам очень хотелось, чтобы альбомы вышли. Поэтому что мы делали? Мы сами рисовали, сами выпускали, сами собирали, подбирали, делали аромастеринг альбомов. И в итоге получилось три таких вкусненьких, сделанных с любовью диска Наташи Королевой. Сейчас я небольшой обзорчик сниму на эти диски, чтобы вам будет интересненько, наверное. Во-первых, давайте начнем с этого альбома. В 2000 году должен был выйти диск, альбом Наташи Королевой под названием «Любовь без правил». Но по известным всем нам причинам расставания и конфликта с Игорем Николаевым, альбом так и, к сожалению, не вышел в свет. Мы, поклонники, решили сделать вот такую вот подборочку песен того периода, которые так и остались неизданными. Это и песня «Прощайте детские мечты», «Девишник», «Когда я стану ветром», «Прекрасная маркиза», «Позвоним мне», «Украина». В общем, многие песни, которые, к сожалению, так и не вышли ни на одном официальном альбоме Наташи Королевой. Мы сделали такую вот компиляцию на этом диске. Вот такое вот вкусное оформление было. В оформлении помогал нам поклонник Наташи Игорь Антонов. Печатать диск нам помогал Дима Байбара. Спасибо ему огромное тоже за это. Давайте распакуем. Здесь, кстати, на этом диске, знаете, что интересно? Здесь версия песни «Любовь без правил» именно та самая, которая должна была выйти в 2000 году. Ну, мы, как всегда, решили немножко повыпендриваться. Сделали типа «Лимитед Эдишн». Ну, потому что тираж был, не поверите, где-то экземпляров 10 всего лишь. И вот такое вкусное оформление внутри диска. Старались подобрать фотки именно тех периодов 90-х, которые, в принципе, где-то 99-97 год, чтобы получился такой вот альбомчик. Вот. У меня один экземпляр остался в коллекции. Такая красотища. Параллельно с этим альбомом мы также с помощью Игоря Антонова, который нам помогал все это рисовать, соединять, делать компиляцию, дизайн. И Дима Байбара нам помогал все это печатать. Мы выпустили двойной диск. Смотрите, как мы сделали все фирменно. Естественно, тоже, естественно, «Лимитед Эдишн». Это двойной делюксовый диск. Наташа Королева «Неизданная». Хотя сначала хотели назвать его «Наташа Королева – простая любовь». И вот такое вот красивое оформление мы сделали внутри. На одном диске у нас ремиксы. Официальные все ремиксы Наташи Королевой. 10 треков. А на втором диске собрано аж, получается, 18 треков. Это тоже неизданные песни Наташи Королевой. Дуэты, бонусы есть. Песня «Мостик». «Без тебя» – это дуэт с Тарзаном. «Куда уехал цирк» – песенка тоже. Все это студийки, качество мы делали. Короче, вот такое вот красивое оформление. На обратной стороне, естественно, мы выпендрились тоже. И решили разместить все официальные, ну, как положено размещать. Во-первых, автограф Наташи размещен. Тут, значит, у нас салон красоты, который, к сожалению, уже не существует. «Rustic Design» помогал нам тоже в предоставлении логотипов различных. Вадик Андреев, образы его, фотографик он тоже его. В общем, получился такой красивый диск. Это мы где-то печатали, я не вспомню в каком году. Этот диск мы печатали в 2011 году, по-моему, или в конце 2010-го. Это альбом «Любовь без правил». Красная Red Version. Красиво я говорю, да, по-английски. Альбом «Любовь без правил». Мы еще такую версию делали. Он не делюксовый. Оформление, как всегда, тоже неизданные треки. В зале «Ожидания», «Синие лебеди» ремиксы, то есть «Последний поезд». В общем, все такие тоже треки, которые были неизданы, мы собрали в этом альбоме. Но здесь мы, конечно, уже извратились по полной. Дизайн тоже помогал нам делать Игорь Антонов. Ну, полностью его верстка всего этого рисования. Все это там внутри такое, ну, красивое, оформленное. Ну, делали ребятки, как могли мы. Мы не профессиональные дизайнеры, там, не профессиональные какие-то там, знаете, художники. Поэтому делали из того, что имели. Получился такой красивый диск оформления. Тут мы изощрялись, конечно же, тоже Дима Байбара помогал. Его фирма помогала. И мы изгалялись и сделали аж буклет. Красивый буклет с текстами песен Наташи Королевой. Вот так вот это красиво сделано. Ну, есть, конечно, косячки небольшие у нас. Это особенно тут, вот это тут. Ну, ладно. Все равно все делалось с большой любовью к нашей любимой неповторимой артистке. Вот такой вот альбом вышел. Любовь без правил, короче. Это был именно период, ребята, когда у Наташи не выходили диски. Официальные альбомы не выходили. А нам очень хотелось в коллекцию что-нибудь такое в формате компакт-дисков. И поэтому мы сами их выпускали. У Наташи, причем, когда выпускали этот диск, спросили разрешение через Вадик Андреева. Она сказала, окей, пусть делают, без проблем. И один экземпляр ей подарил Наташе. Эти два экземпляра я в офис отвозил. Они там, кстати, лежали. Когда, помню, ездил в офис, я видел, что они там, ну, лежат. Их никуда не выбросили. И это здорово. Ребятки, вот такой вот небольшой скромный обзорчик на такую фэн-арт коллекшн. Андрюха Королева.ру, до новых встреч, пока-пока. Не забудьте лайк поставить.